о том, что вебинар будет посвящен работе с убеждениями. С убеждениями не просто, с убеждениями ограничивающими. Как мы и писали в рекламе, да как избавиться от ограничивающих убеждений. Как от того, что нам мешает в нашей голове, как из этого выйти, да, там, расширить свои возможности, ну, и с тем, чтобы жить, понятное дело, счастливее, радостнее, лучше, там, эффективнее. Собственно, об этом мы будем говорить. Будет все происходить в следующем формате. Я буду здесь сидеть, рассказывать, что-то я буду рисовать на доске, что-то будет происходить в режиме слайдов, в чате. В чате с вами, модератором чата Юлия Рослова сегодня присутствует. Она будет отвечать на какие-то вопросы в чате, она будет координировать вопросы, которые нужно передать сюда, там, если вопросы по теме, я на них, конечно же, отвечу. Что еще? А, обязательно, обязательно, пожалуйста, сейчас приготовьте два листочка и ручку. Будут некоторое количество упражнений здесь, сейчас, в этом самом вебинаре. Эти упражнения надо будет делать, для того, чтобы вы получили вот вебинар результат, а не просто вот видео со мной. Соответственно, ручку и листочек приготовьте, чтобы они были у вас. Спрашивали про видеозапись вебинара. Видеозапись вебинара будет. все, что будет здесь говорится, да, все это будет записано. Завтра это мы все, завтра это мы все выложим. Сейчас Юлия в чат выдаст вам ссылочку. По этой ссылке, по этой ссылке вы, пожалуйста, в конце вебинара можете оставить отзывы о вебинаре, там, о вебинаре, о теме. А завтра по этой же ссылке, вы ее, пожалуйста, все сохраните, завтра по этой же ссылке мы просто добавим видео. Видео от сегодняшнего вебинара будет завтра там. Ну, пожалуй, наверное, это все, что касается организационных моментов. Да, еще раз, видео будет, вся информация по теме сегодняшнего вебинара будет сказано, показано, нарисовано, что-то будет на слайдах, объяснено. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, в чат. Я буду говорить, ну, по теме вебинара, я буду говорить, когда, в какой момент, да, какие вопросы там являются актуальными, что стоит писать, что, может быть, оставить для себя, но на чем внимание обязательно все равно, конечно, акцентировать. Вот. Вопросы, да, вопросы мы будем собирать. Часть, еще раз, часть вопросов Юлия ответит, часть вопросов передаст мне. В общем, в любом случае, мы с вами, вы с нами, это здорово. Ну, и давайте, давайте начинать уже непосредственно, непосредственно наш вебинар. И начну я, конечно же, с представления. Многие из вас меня знают, некоторые из вас меня, наверное, не знают, но, тем не менее, все равно рассказать о себе, конечно же, нужно. Начал я заниматься психологией, коучингом, НЛП и всякими разными практиками в 1999 году. До этого я не занимался ничем таким, я был программистом и математиком. Собственно, это обеспечивает безумное количество логичности, стройности мышления и всего остального, но, собственно, оно, видимо, не хватило мне этого в жизни, поэтому, естественно, в какой-то момент времени, когда мне понадобилось некоторые вещи в своей жизни исправить, некоторые вещи решить, проблемы, задачи, я, естественно, начал искать информацию. Очень похоже, мы, наверное, с вами в чем-то, да, вы пришли на вебинар, чтобы узнать что-то, что будет полезным в вашей жизни. В мое время тогда вебинаров не было, поэтому я, понятно, дело, пришел в библиотеку, пришел в интернет, скачал книжки, но, тем не менее, результаты, результаты и процесс движения, я думаю, будут, я думаю, будут схожи. Я начал осваивать всевозможные психотехники, интересоваться самым широким кругом вопросов, я являюсь психологом, я являюсь нелпером, я являюсь коучем, я являюсь также шаманом, попутно, в процессе работы с собой, в процессе исследования, я как-то так вот научился писать стихи в какой-то момент времени, да, вместе с тем, я остался и программистом, и математиком, потому что логичность мышления все равно осталась, я веду тренинги, я веду личный прием людей по разным вопросам, собственно, вот теперь и вебинары, не только теперь, конечно, вебинары мы начали еще в прошлом году вести, просто сейчас вот очередной, очередной их виток, потому что за вот эти вот годы, то есть с 99-го года прошло уже почти 18 лет, 18 лет, за которые очень много интересного произошло, очень много информации, знаний и навыков было получено, и, конечно же, ими интересно делиться. За время, за вот эти 18 лет, за время моей работы, я работал с большим количеством разных вопросов, как у себя, так и других людей. Клиенты и тренинги, которые я проводил, люди, и я сам, и люди бросали курить. Лично я бросил курить 10 лет назад, и считаю по сию пору, наверное, это, но чуть ли не одно из самых интересных практик, потому что я бросал курить специально и осознанно, для того, чтобы как раз таки проработать, понять, как устроено внутри вот самые-самые, самые привычки, самые, такие по времени длительные. На тот момент я курил 14, кажется, лет, или типа того. Ну, соответственно, вот с тех пор все прекрасно, с тех пор понимание того, как устроено в голове мышление, которое нас ограничивает, приводит к тому, что, например, нередким является случай, когда на тренингах у меня люди бросали после одного дня тренинга, после второго дня тренинга, причем не тренинга не по бросанию курить, а просто вот получая инструменты и применяя их нужным способом. Люди бросали курить за 2-3 занятия, коррекция лишнего веса также является вот тем, с чем я работал, ну, где-то быстрее, где-то медленнее. Очень интересные есть клиенты, конечно, рассказывать о них не могу, тем не менее, очень интересные клиенты, которые хотели все-таки разобраться вот в себе, да до самого конца, на самом деле, самые-самые глубинные убеждения вытащить, которые мешали в том числе им всю жизнь, например. То есть, ну, очень-очень длинный, очень длинный кусок жизни. Например, человек жил себе в жизни, которая, ну, так в целом нормально, но он, конечно, понимает, что он часто боится, например, да, часто страдает, часто все идет не так, как он хочет, часто он преодолевает, может быть, то, что не хотелось бы преодолевать, часто ситуации, когда этот человек видит других людей, да, у которых проще, у которых там как-то быстрее, легче, свободнее, и даже, может быть, проблемы сильнее, ну, так по объективным факторам, да, но решает их человек почему-то легче. И вот это вот привело, ну, приводит, да, людей к тому, что у тебя, я хочу в конце концов разобраться, что там в голове находится у меня, почему я не могу, почему вот мне что, что закрывает. И именно, именно вот по, вот этим вопросам, да, ну, собственно, наш вебинар и будет строиться, по вопросам работы с тем, что находится в голове, по вопросам наших установок, с тем, чтобы еще раз, да, могли вы, там, работать с курением, ну, в смысле, с бросанием курить, да, с другими вредными привычками, работать с какими-то ограничениями, работать с мировоззренческими элементами, которые, ну, просто там заставляют как-то жить, может быть, не на всю катушку, или может быть, там как-то вот, с какими-то такими моментами. Что еще? Аллергии, негативные установки, фобии, навязчивые состояния, это все вот целый класс, целый класс задач, которые позволяют решать вот эти самые методы работы с убеждениями, методы трансформирования своего сознания. Трансформирование не в смысле, там вообще все, куда-то перевернули, а изменение, изменение вот этих самых установок, да, установок, через которые мы смотрим на мир, фильтров внимания, так мы можем их назвать, каких-то описаний про себя, про других, про мир, которые управляют нашим, управляют нашей жизнью через то, что мы смотрим, через то, как мы воспринимаем, воспринимаем мир. Вот. Напишите, напишите, пожалуйста, в чат, да, если вот то, что я сейчас говорю про вот эти вот методы применения, про границы применения, про контексты применения, там, если кто-то хочет бросить курить, да, есть такая мечта, напишите, там, курить минус, да, если у кого-то там с весом есть задача, так и напишите, вес, минус, фобии, что-то еще, пишите свои задачи, там, мы в том числе, может быть, будем корректировать рассказ, да, или в процессе, или, ну, или потом там что-то напишем дополнительно, или расскажем на тему того, что вот, как бы это можно было. Возможно, это будут какие-то там еще дальнейшие вебинары, мы, может быть, усилим рассказывание про какую-то конкретную тему. Вот. Ну, а сейчас сейчас давайте, наверное, перейдем непосредственно уже к практике. Наш вебинар – это штука все-таки практическая. Мы привыкли вести тренинги, мы тренингов проводим живых живых тренингов с живыми клиентами, ну, в смысле, оффлайн клиентами, так это называется, да, мы работаем, наверное, в большей степени, мы привыкли, чтобы все было очень практично, чтобы все прям вот работало. Поэтому, несмотря на то, что, несмотря на то, что мы вас не видим, да, но мы точно знаем, что вы здесь, мы должны выдать вам ценную и полезную информацию и практику. Конечно же, обязательно практику. сейчас вот как раз, наверное, тот случай, когда нужно приготовить листочек и ручку. И давайте сделаем буквально там минутку, да, или две, сделаем первое упражнение. Оно очень простое, для того, чтобы вы поняли, да, с чем мы сегодня работаем, для того, чтобы вы, может быть, уже что-то в себе нашли, с чем сегодня на вебинаре. Дальше мы работаем, у нас будет 3 или 4 упражнения. И первое, первое упражнение напишите наверху листочка бумаги, который вы взяли, напишите крупно «возможно все». «Возможно все». Напишите крупные слова «возможно все» и мысленно их произнесите. произнесите их один раз, второй раз, третий раз, с небольшой паузой. Говорите сами себе, «возможно все» и прислушайтесь к себе. «Возможно все» и прислушайтесь к себе. «Возможно все» и прислушайтесь к себе, и интересно, чтобы вы поняли, или услышали, или, может быть, увидели. Каким-то любым способом, да, вы внутри себя найдите, если они есть, найдите сопротивление, найдите сомнение в этом, в этой мысли. Найдите, найдите что-то, что внутри вас, может быть, скажет на тему того, что типа, ну, вот это точно невозможно, да. Вы пока пишите и просто вот их выписывайте, выписывайте то, что вы заметите, ставьте какие-то галочки для себя. Это нужно, чтобы вы фиксировали для себя. Когда я бросал, когда я бросал курить, я подобную практику делал, ну, только более узкой направленности, непосредственно на курение, и после некоторых вещей, просто там внутренние голоса в голове, мне говорили, почему я не могу бросить курить прямо сейчас, например, да, или почему там я не могу там что-то еще сделать, вот по замене сигареты на что-то там более адекватное. И вот эти вот интересные мысли внутренние, они прямо, ну, очень хороши. в них мы начинаем как раз видеть, видеть, чувствовать и ощущать, ощущать наши ограничения, ощущать то, что нам, то, что нам мешает. и если у кого-то вот сейчас в это упражнение, да, упражнение возможно все, если у кого-то уже там включилось какое-то осознание, может быть там инсайт, прозрение, вы напишите в чат по возможности, скажите там, ну, я вот все понял, например, да, или там много понял, вот это будет, это будет тоже очень интересно, ну, или не в чат, или напишите, обязательно напишите у себя, у себя на бумажке. Напишите на этом листке бумаги, с которым вы работаете, напишите, что, что там вы, вы нашли в себе, да, если нашли, то, то, что, если там ни одно, ни два, то напишите, значит, ни одно и ни два, потому что, если человек, например, хочет бросить курить, но никак не может бросить курить, то в результате этой практики одно, два, три, может быть, идеи могут проявиться на тему того, почему он не может бросить курить. Там, если для человека под, возможно, все мы слышим о весе, да, может быть, лишнем, который нужно как-то скорректировать, там, или стройность, или что-то еще, и тоже могут вылезти какие-то слова, какие-то внутренние ограничения, которые говорят о том, что, типа, нам, ну, вот это вот нельзя, вот так вот не получится, например, или там, что-то в таком духе. если у человека депрессивный, может быть, взгляд на мир, да, или такое, ну, какое-то такое там умение общее, да, общечеловеческое, то тоже за, за, возможно, все находится и радость, и счастье, но, ну, почему-то человек это не может делать, да, почему-то человек себе это запрещает каким-то способами, и вот те ограничения, которые вы сейчас находите в рамках этого упражнения, некоторые из них, некоторые из этих ограничений, они, конечно же, являются объективными, ну, у нас в мире существует объективное ограничение, это нормально, но, наверное, все-таки большинство ограничений находится у нас в голове, большинство запретов, мы сами себе, мы сами себе ставим, мы ограничиваем себя еще до того, как нас ограничивает мир, представьте себе человека, который боится высоты, ну, страх высоты, там, нормальная, в общем-то, ситуация, да, высоты, в принципе, все боятся, но вот у этого человека фобия, то есть у него там прям, ну, сильный-сильный страх высоты, и вот он поднялся на крышу дома, пятидесятиэтажного, пятидесяти, и вот он, вышел на крышу этого дома, и дальше происходит очень интересный момент, расстояние, на которое он может подойти к крыше, определяется его страхом, то есть может быть у крыши есть ограждение, да, какое-нибудь такое, ну, не сильно высокое, может быть нет этого ограждения, но просто человек, если, чем больше он боится, тем дальше он остановится, вот края крыши, и представьте, если у человека фобия сильная, то он просто может даже не выйти на эту крышу, потому что вот тут он, выйдя на крышу, видит, что там вот уже ужас-ужас, наш страх, ну, страх вот этого гипотетического человека, он очерчивает круг вокруг вот того, чего он боится, и пусть боится, пусть, например, эта штука является страшной, пусть эта штука является объективно страшной, да, но вот этот вот гипертрофированный страх, или наши убеждения, которые сильно-сильно запрещают туда идти, они ограничат нас больше, чем нас ограничивает вот этот вот страх. Неуверенность в результате, и там тоже еще один пример, да, если вы где-то у себя в квартире, в какой-то комнате, точно знаете, что потеряли там 5000 рублей, да, или там 10 тысяч рублей, где-то эту бумажку вы положили, да, если вы точно знаете, что вы ее там положили, и вы ее ищете, как вы ее ищете? Ну, это понятно, как вы ее ищете с вниманием, да, вы ее ищете тщательно, вы точно знаете, что она должна быть здесь, она должна быть найдена, потому что вы уверены, что она там есть. Если вы не уверены, что она там есть, если вы в каком-то там незнакомом месте, да, или вот, ну, ищете без этой самой уверенности, как вы ищете? Ну, согласитесь, ищете совсем по-другому. То есть, если человек не уверен, он так формально оглядел, ну, и ладно. Если человек уверен, что у него есть, что, ну, в его городе есть нормальная работа, ее можно найти, он ее будет искать. Если он не уверен, если не уверен в том, что существует нормальная работа, как он будет искать? Ну, так спустя рукава, просматривая вакансии, и так, опять ничего нет. Если человек не уверен, если ограничения запрещают выстраивать отношения, запрещают видеть, ну, там, правильных людей, своих людей. Если в голове так настроены наши ограничения на то, что мы знаем, что, блин, от отношений у нас ничего хорошего не будет, да. Если мы знаем, что ничего хорошего не будет от отношений, если мы не можем ждать ничего хорошего, если у нас в голове написано, что все будет плохо, мы не пойдем туда, да, мы не будем этим заниматься, потому что, ну, потому что все плохо. Вот. Это вот, там, несколько примеров, таких вот возможных ограничений. Если у кого-то, если у кого-то в чате есть сейчас, если такие люди, кто вот за это упражнение не нашел, не почувствовал никаких ограничений, у меня для вас тогда две новости, хорошая и плохая. хорошая новость заключается в том, что у вас нет ограничений, и это здорово. Плохая новость заключается в том, что, возможно, просто сейчас, вот в процессе вебинара, вы не смогли сосредоточиться. То есть, возможно, возможно, что, там, ну, может быть, чуть больше информации, может быть, нет какого-то контекста сейчас, который есть. Ну, я не настаиваю. Я тут наоборот, как это, я за то, чтобы эта новость была хорошая, чтобы у вас действительно не было ограничений, и прям вот, ну, я порадовался бы, честно. Так, еще вот подсказывают. Лень делать запланированное на день. Вот, давайте так. Сейчас вот, вот и вместе с ленью, да, и вместе с тем, кто что для себя писал, мы сейчас как раз будем переходить к следующим упражнениям, и следующие упражнения нам как раз-таки и помогут, нам как раз-таки и помогут с этими убеждениями уже не просто их обсуждать, да, на тему, влияют они или не влияют, конечно, влияют, а чтобы мы уже смогли погрузиться немножечко в них с тем, чтобы расширить их, расшатать, там, уничтожить. Я уверяю, участие, участие из вас совершенно точно за этот вебинар, там, одно или два каких-нибудь там переосмыслений точно произойдет. Ну, а пока что, давайте вот так, небольшая картинка, то, что мы говорили. Человечек находится не только в мире, но и в своих ограничениях. То есть, вот такие вот стены, да, стены, лабиринты, какие-то там сложности или не сложности, или просто дорожки, вот он в них, вот он в них находится. Ищет пути, дороги, как-то к ним проходит. Вот, собственно, задача заключается в том, чтобы уметь проверять, уметь эти стены, проверять, какие из них являются нормальными, какие из них являются устаревшими. Ну, и давайте следующее упражнение. Плавненько перейдем к следующему упражнению. И, да, тут подсказывает, ну, сейчас то, что вы пишете, да, я это вижу, и мы, и мы с этим, конечно, сейчас тоже уточнимся, но уже в упражнении. А сейчас еще такое, небольшое, небольшое, наверное, подводку к упражнению. Можете на этом же листочке, можете на другом листочке, поищите, повспоминайте, есть ли такие действия, есть ли такие, такие ситуации, да, или такие, может быть, там, навыки, или, ну, что-то еще в вашей жизни, есть ли что-то, чего вы, ну, в принципе, хотите, но никогда не пробовали? Такое, есть ли, есть ли что-то в списке хочу, но не пробовал? есть ли что-нибудь, есть ли что-нибудь такое, что вы хотите, но не пробовали? Если это есть, то это сразу ставьте себе галочку, маленькие дети, обратите, пожалуйста, внимание на детей, у кого есть свои, или кто имеет возможность наблюдать, дети легко пробуют все, залезть на дерево, да, давай попробуем, то есть мне это интересно, я это попробую, получится, не получится, ну, это там дело второе, попробовать обязательно надо, да, там, вот, там, фрукт какой-то, а вот что-то еще, да, дети любознательные, дети пробуют, ну, там тоже до определенного, конечно, возраста, да, пока у них тоже не возникают какие-то убеждения, ограничивающие, если что-то есть, что нам интересно, но мы это не пробуем почему-то, ну, хотя может быть и ресурсов достаточно, да, что нас останавливает, скорее всего, какие-то мысли, скорее всего, останавливают нас ограничивающие убеждения, и давайте расскажем о трех типах ограничивающих убеждений, какие они, в принципе, эти самые ограничивающие убеждения бывают, первый тип ограничивающего убеждения, я не могу, я не могу чего-то, я не могу, ну, и дальше, человек рассказывает или думает себе в голове, чего именно он не может, второй тип ограничивающего убеждения, у меня не получится, у меня не получится, и тоже, у меня не получится что-то, ну, то-то и то-то у меня не получится, я не могу выступать на публике, у меня не получится выучить английский язык, бросить курить, похудеть, И третий тип. Если вот эти два типа убеждения, они относятся к себе, да, к навыкам, к способностям, к возможным выходам для меня, то третий тип убеждения относится к миру в целом. И звучит так. Невозможно... Ну, что-то. Невозможно научиться новому после 40 лет. Невозможно бросить курить, если курил больше 20 лет. Невозможно постройнеть, если вот в семье, например, такое же было, да, или там вот экология, например, или что-то еще. То есть невозможно что-то. И вот эти самые три типа ограничивающих убеждений. И... Запомните их. И перейдем сейчас как раз к следующему, к следующему упражнению. Упражнение очень важное, упражнение для сегодняшней практики чрезвычайно важное. Из того, что вы в предыдущем упражнении, да, находили, выявили, вот то, что, то, что мне писали, то, что Юлия писала на бумажках из чата, про депрессии, про депрессии, про страхи, про боязнь отношений, лень и все остальное, вот это вот... Подумайте еще раз над этим, да, над важными для вас контекстами, и сделать нужно будет следующую вещь. Первое. Первое. Принятие. Ну, я знаю, что это слово такое общеупотребимое и большое, ну, насколько получится, мы его сейчас будем использовать. Первое, что нужно будет сделать в рамках этого упражнения, это войти в это самое... войти в это самое принятие, в том смысле, что просто в самонаблюдение, в наблюдение за собой, в то, чтобы вы сейчас... Давайте так, вы сейчас находитесь наедине с листочком и ручкой. Вы можете не писать ничего в чат, вы можете никому ничего не говорить, поэтому вы, понятное дело, находитесь наедине с самим собой. А значит, вы можете просто честно озвучить то, что у вас происходит. Да, вот это принятие нас интересует. Принятие, которое просто самонаблюдение, где вы просто честно на листочек бумаги, да, сможете написать те мысли, которые приходят в голову. Можете потом его не читать и сжечь, да, ну, напишите, по крайней мере, честно. То есть, давайте сейчас вот буквально пока это самое принятие, готовьтесь к нему, да, можете, ну, можете как-то сесть поспокойнее, да, сесть поудобнее, сделайте глубокий вдох-выдох. Состояние подрасслабленное. Буквально минутку, пока вы в это состояние войдете, тут важный вопрос был, я давайте про него скажу, как аллергии относятся к ограничивающим убеждениям. Дело в том, что аллергии, приобретенные аллергии, они основаны на том, что, ну, давайте, они развиваются на основе состояний, которые складываются из вот этого. То есть, когда вот человек там не может, нет выходов, там, нет надежды на будущее, да, это приводит к таким особым стрессовым состояниям, собственно, которые провоцируют вот эти вот психосоматические штуки. Ну, тема большая, тема не здесь, может быть, по аллергиям будет что-то отдельное. Ну, просто поверьте, вот это все вместе, да, дает состояние стрессовое, состояние, в котором начинают проявляться аллергические паттерны. Еще один вопрос. Я не достойна того, чтобы, к чему это? Я не могу. Я не достойна, там, иметь хороших отношений, я не могу иметь хороших отношений, да, или у меня не получится их строить. Вы можете и сюда, и сюда относить, это вопрос, это вопрос, там, тонкости формулировки языковой, убеждение, тем не менее, вот, либо сюда тяготеет, либо сюда. Итак, упражнение, принятие. Первое, это принятие. Просто будьте с собой честны, просто будьте сейчас, будьте сейчас перед собой честны, честны, и приготовьтесь просто записывать то, что у вас есть. Приготовьтесь записывать то, что у вас внутри проявляется, думайте о важных для вас контекстах, и начинайте писать. Начинайте писать на бумагу «Я не могу» и что хочется дописать? Напишите «Я не могу» и что хочется дописать? и что хочется дописать? «У меня не получится» или «У меня никогда не получится», чтобы усилить, да? «У меня не получится» и тоже «Что?» «Что просится?» «Что хочется написать?» «Чем хочется эту фразу продолжить?» Думайте о своих задачах, думайте о своих контекстах, думайте о тех ваших ограничениях, которые вы только что написали в предыдущих упражнениях. Вот о них. Концентрируйтесь, да? Если у вас там была тема отношений, думайте о ней и пишите «Я не могу», «Чем хочется продолжить?» «У меня не получится», «Чем хочется продолжить?» «Что хочет написать изнутри?» Есть такая техника автоматическое письмо, когда просто пишем-пишем-пишем, там в трансе она иногда делается. Ну, фактически вот это является, ну, некоторым аналогом. Вот состояние принятия, когда вы открыты перед самим собой, да честны с самим собой, на фоне вопросов, приводит к тому, что нормально, прекрасно у вас вот то, что обычно скрыто в подсознании, спокойно, честно отвечает вам. Ну, и сюда же, да? Невозможно. Невозможно и что-то невозможно. Пишите, напишите несколько, сколько есть, сколько их проявляется, столько и пишите. Нет необходимости сейчас этим ни с кем делиться, исключительно, исключительно пишите перед собой. Минутку, минутку две. Задача сейчас, конечно же, в вебинаре не то, чтобы сейчас все там, все-все-все выписать, все-все-все проработать. Задача в том, чтобы вы почувствовали вот этот вот момент, когда вы внутри открыты и когда в ответ на честный вопрос к себе вы получаете честный ответ к себе. Это очень ценно. Пока вы пишете, я немножечко расскажу тоже вот на тему таких вот забавных убеждений. Ну, как-то отчасти забавных. Да, я, наверное, больше буду говорить там про какие-то свои темы, нежели про клиентов или людей из тренингов. Когда я бросал курить, в какой-то момент времени я не курил, а меня позвали напереку коллеги, с которыми до этого ходили всегда, выходили на улицу курить. И я просто сел такой, ну, как-то думаю, а как я туда пойду? Ну, я же не могу идти напереку с ними, если я не курю. Вот тогда я вот, ну, уже, поскольку тренированный, я это использовал, я себе задал так, я не могу пойти, почему, да? И пришла мысль просто вот изнутри, я почувствовал мысль такую же, типа, а что я как дурак, да, пойду там, а курить не буду. Вот это хорошая, очень здоровская мысль. Я, естественно, ее так вытащил, осознал. Внезапно понял, когда эту мысль начинаешь рассматривать сознательно, да, оказывается, что, ну, она действительно дурацкая мысль. И что, ну, можно ее и изменить как-то по-другому, да? Давайте, и продолжим это упражнение. То есть, потому что вы уже написали, ну, можно, как бы, немножечко прерваться, да, вот в этом процессе и добавить. К тому, что, к тому, что вы написали, вот, к «я не могу», да, к «у меня не получится», к «невозможно что-то», допишите к этому, ну, к одному или к двум, да, допишите, потому что… И тоже, и тоже чем-то продолжить. Потому что что? Я не могу бросить курить, потому что… Я не могу сбросить вес, потому что у меня не получится выучить английский язык, потому что что? Невозможно найти, там, невозможно построить бизнес, невозможно научиться чему-то новому после 40, потому что что? Потому что какие мысли? Давайте, вот это вот, допишите, я не достойна того, чтобы… Допишите просто сюда. Хорошо, давайте не будем тогда вот эти вот штуки, так и допишите. Я не достойна того, чтобы, чего вы не достойны и… И потому что? И допишите. И тоже допишите, потому что, потому что что? И тоже давайте по одному, двум, трем, да, из списка по… Главное сохранять вот этот внутренний настрой. Почему? Почему? Чем это важно? Что… Какая логика внутренняя за этим стоит, да? Самое, наверное, главное, ну или одно из самых главных, вот в работе с убеждениями, это их найти, да? После этого, после этого уже очень, очень здорово они начинают меняться. Потому что до того, до того, как мы их нашли, вытащили на уровень вот такое вот осознание, на уровень слов, все происходит вне нашего контроля. Мозг привыкает бродить вот по одним и тем же дорожкам, вот там я рисовал человечка в лабиринте, да, это вот те самые дорожки, мозг по ним ходит. Пока мы на них не обращаем внимания, все происходит в автоматическом режиме. В автоматическом режиме мы запрещаем себе чего-нибудь, потому что, да? В автоматическом режиме идеи о том, что невозможно учиться там после какого-то количества лет, они просто-напросто демотивируют, выключают наше внимание. Человек садится что-то делать, но если в голове написано, что это делать не получится все равно, он это делает вот так вот, да, спустя рукава. Написали, да? Думаю, что все написали. Давайте, если кто-то там не дописал, можете там мысленно поставить себя на паузу, чтобы чуть позже доделать. В любом случае, я призываю не заканчивать эти процессы только на вебинаре, в любом случае, вы делаете это и потом, и дальше. В принципе, цикл работы с убеждениями, да, ограничивающими, он очень простой. Цикл работы с убеждениями. Как выглядит? Как только у нас, ну, то есть, знаете, у нас там есть жизнь, да, вот мы ее напишем с синеньким таким цветом. Жизнь. Как только что-то в жизни идет не так, да, как только у вас там вот что-то ухудшается, да, или чего-то там не хватает, то есть, как только возникают какие-то согласования между ожидаемым и получаемым, ну, это признак того, что там, ну, что-то пошло не так. Если это что-то самое пошло не так, системно происходит, то, ну, наверное, это показатель того, ну, может быть, показателем того, да, что у нас вот эти вот наши убеждения, да, наша карта мира разогласовалась, собственно, с самим-то миром. И тогда нам нужно такой поиск. Поиск этих самых убеждений. А вдруг мы чего-то уже неправильно думаем? Вдруг какие-то наши мысли оказались уставешими? Да, мы тогда просто ищем, мы тогда просто перебираем, в том числе вот этим самым упражнением. Да, почему у меня не получается? Почему это невозможно? Может быть, я смотрю на что-то не то, да, может быть, я на что-то не смотрю. Поиск. После чего, когда мы нашли вот это самое убеждение, да, трансформация. Трансформация. И вот здесь тоже ряд важных моментов. Иногда найти убеждение достаточно для того, чтобы его трансформировать. Когда вы поняли, что, ага, вот она мысль, которая тянется давно, сейчас не имеет ни к чему уже общего, в этом месте мозг спокойно может сказать, типа там, окей, ладно, отказались, все, пожалуйста, перестанем. Может быть, не так, конечно. Может быть, нет такого, что вы там чего-то раз и исчезнет, да. Но, по крайней мере, когда оно стало у вас уже вот найдено, на уровне выписано, да, на уровне понято, на уровне почувствовано, где оно, то вы здесь уже можете начинать думать. Это уже является вам подконтрольным. Может быть, не прямо сейчас, да, может быть, там не завтра, может быть, не послезавтра. Но вы об этом будете думать, и у вас убеждение будет трансформироваться, подстраиваться. У вас видение мира здесь будет подстраиваться. Это раз. Ну, и, конечно же, и, конечно же, плюс техники. И, конечно же, плюс техники, к сожалению, к сожалению, мы на вебинаре все рассказать, естественно, не можем. Вот. Техники. Ну, давайте, завершая вот этот вот цикл, да, трансформация убеждения приводит к тому, что мы возвращаемся сюда, возвращаемся в, по этому делу, в новом формате, возвращаемся к ситуации, когда, ну, нас больше устраивало, да, чем раньше. Вот. И вот это вот является циклом, ну, наверное, базовым, да, наверное, постоянным. Сейчас, особенно, особенно сейчас заключается, особенно сейчас, в, вот, в текущее время, да, мир, пожалуй, пожалуй, стал меняться быстрее, чем люди. И сейчас я вот даже наблюдаю по себе, да, наблюдаю по клиентам, по тренингам, которые мы ведем, там, из года в год, за людьми, которые пришли, а потом, там, мы их видели через год, через два, через три. Человек, вроде бы, пришел, там, решил свои задачи, можно жить дальше, все хорошо. И он живет дальше, и все хорошо. Через некоторое время мир меняется, и нужно снова меняться, нужно снова подстраиваться. И вот эти вот вещи надо делать. Надо делать регулярно. Пусть это будет у вас, там, некоторая практика. И как только, там, что-то происходит, да, ну, пересматривать, наверное, наверное, пересматривать убеждения регулярно. Вот, не только пересматривать, конечно же, еще и, еще их и менять. Еще их и трансформировать, и, собственно говоря, именно для этого, да, именно для того, чтобы дать людям, дать вам, дать всем, кто захочет возможности и инструменты, действительно, работать с убеждениями, мы создали дистанционный курс. Дистанционный курс по трансформации убеждений, который начнется 19 января 2018 года. Мы в этот курс свели, во-первых, очень удобную программу преподавания. Мы долгое время занимались тренингами вживую, мы пробовали вебинары, и вот недавно мы совместили. Совместили все вместе, совместили то, каким образом можно действительно учить людей на расстоянии. И теперь вот мы готовы к тому, чтобы делать вот эти самые дистанционные курсы. Курсы, которые, в которые мы добавили. Вот этот, этот дистанционный курс по трансформации убеждений. Мы расскажем еще более глубокие техники для поиска убеждений ограничивающих. Мы расскажем о том, как их трансформировать. Ну вот, собственно, техники трансформации. Причем техники трансформации и в формате лингвистическом, это вот фокус языка, кто слышал, это вот туда. И в формате невербальном, то есть в формате, там, в форматах телесных, в форматах, ну, без слов, да, различных. Мы расскажем, как не просто трансформировать те убеждения, которые сейчас, например, сложились нехорошие, да, но и каким образом сделать так, чтобы на будущее расширить мышление таким образом, чтобы меньше было шансов на то, да, что мозг снова себя загонит в какую-нибудь ловушку. То есть, чтобы мозг мыслил погибче. Вот, как будет проходить этот тренинг. Шесть модулей тренинга. Каждый из них будет закрытая группа. Сейчас Юлия в чат скинет адрес этой группы. Вы можете туда уже вступать, в эту группу, можете там почитать, что происходит. Вот. Когда тренинг начнется, там, понятное дело, останутся только те, кто будет в тренинге. Мы эту группу закроем. В закрытой группе раз в неделю мы будем выкладывать видеоматериалы, текстовые материалы. То есть, все, все потребное для обучения. То есть, это будут видеообъяснения, это будут видеоуроки, это будут методические материалы, это будут домашние задания, это будут какие-то описания упражнений, которые нужно делать в самостоятельном формате. Ну, а может быть, у кого-то получится делать и в групповом, если там вот из одного города больше одного человека будет. То есть, дистанционный курс это позволяет. Соответственно, вы получаете вот эти самые материалы и у вас есть неделя. Неделя на то, чтобы осознать их, понять, задать вопросы в группе, мы будем на них отвечать. Вы сможете в группе пообщаться с людьми, которые вместе с вами проводят обменяться информацией. Вы будете в группу выкладывать эти самые свои домашние задания, мы будем их проверять, мы будем корректировать. Если какие-то вопросы потребуют дополнительных объяснений, то мы там же в группе будем или в текстовом формате отвечать, или же мы будем писать видео дополнительное по всем темам. Шесть модулей. Шесть модулей, за которые вы освоите трансформацию убеждений у себя и у других. В том числе это. В том числе там один из модулей будет посвящен тому, каким образом с ограничивающими убеждениями других людей можно было бы работать. И в вербальном, то есть, ну и в живом, в общении с ним, в коммуникации, но и в текстах. То есть, как писать тексты. Вот это имеет, понятное дело, отношение к рекламе, это имеет отношение к продвижению, к работе с возражениями, там, вот это все тоже, ну это же тоже убеждение, правильно, вот с ними тоже это и будем работать. Для того, чтобы вы могли выбрать прохождение тренинга себе в самом, в самом комфортном для вас формате, мы три сделали три способа пройти этот тренинг. Три, три варианта, да. На, как бы, вариант лайт 2000 рублей стоит этот вариант прохождения тренинга. вы не присутствуете в группе, вы не общаетесь, не проверяете, ну с нами мы не проверяем ваши задания, вместе с тем вы получаете все точно те же самые материалы. Вы получаете видеоматериалы, вы получаете текстовые материалы и можете вот как бы в своем спокойном там режиме сами выполнять упражнения, что-то делать. Оптимальным вариантом прохождения тренинга это вот то, что я как раз сказал, это вы находитесь в группе, это вы общаетесь и с нами и с теми, кто вместе с вами учится, это вы смотрите дополнительные материалы, это вы получаете обратную связь, обратную связь от нас. 4000 стоит такое прохождение и вариант прохождения VIP, вариант прохождения расширенный, это оптимум плюс одна консультация, одна часовая консультация либо со мной, либо с Юлией, либо вы эту консультацию используете для того, чтобы в личном режиме проработать какие-то ваши убеждения ограничивающие, какие-то темы проработать, либо же на то, чтобы опять же в таком консультативном формате поработать над какими-то текстами, рекламно-информационными текстами. Соответственно, сейчас Юлия скинет вам ссылку на регистрацию, вы можете по ней пройти и зарегистрироваться на нужный и на интересный вам формат прохождения этого тренинга. Ну, а мы как бы подготовили небольшой подарок. Поскольку у нас очень скоро Новый год, то, естественно, цены новогодние тоже присутствуют. То есть все то же самое, все те же самые варианты прохождения по содержанию вместе с тем для тех из вас, кто на этот тренинг оставит заявку и предоплату в течение двух ближайших дней, то есть завтра и послезавтра, для тех действуют цены со скидкой 1700 для прохождения Light, 3400 для оптимального прохождения и 6000 для прохождения с консультацией. То есть для того, чтобы сейчас вам зарегистрироваться на тренинг, сохранить за собой скидку, нужно сделать следующее. Пройдите по ссылке, зарегистрируйтесь, вам в ответ придет ссылка на форму оплаты, на форму внесения предоплаты. Форму внесения предоплаты, где вам нужно будет там буквально 500 рублей закинуть на то, чтобы зафиксировать вашу скидку как участникам вебинара и все, двигаться вперед к улучшению своей жизни. С вами свяжется менеджер, нам от вас нужны будут ваши координаты ВКонтакте, потому что закрытая группа будет в нем, там нужны будут все остальные организационные вопросы с теми, кто уже будет вести. В том числе нам, естественно, нужно будет знать города всех участников, потому что если мы увидим, что с какого-то города участников больше, мы, естественно, позаботимся о том, чтобы вы друг друга нашли и имели возможность расширенно даже отрабатывать упражнения и помогать себе. Это является тоже очень ценным и полезным в этом тренинге. Ну что ж, на сегодня, на сегодня, пожалуй, и все. Очень, очень рады мы, что вы были с нами. Надеюсь, наша информация оказалась вам полезной. Еще раз, напоминаем, ссылка на пост ВКонтакте, под которым, пожалуйста, пишите ваши отзывы о мероприятии, о прохождении. По этой ссылке завтра будет выложено видео, видеозапись этого вебинара. Вы сможете ее там, в принципе, пересмотреть, еще раз что-то там, может быть, вспомнить и узнать. Ну, а мы на этом мы на этом не прощаемся. Говорим до свидания до следующего вебинара. Мы планируем еще два вебинара, два бесплатных вебинара из этого цикла 29 числа, ой, прошу прощения, 27 декабря и 9 января. Будет еще два вебинара, следите за обновлениями. Опять же, по ссылкам можно там пройтись, увидеть, когда еще будут вебинары. То есть, это тоже, это будут вебинары по развитию мышления. То есть, если сегодня мы говорили про снятие ограничений, следующий вебинар будет про развитие мышления, как его сделать гибче и шире, и третий вебинар будет посвящен текстам, будет посвящен как раз таки идеям, как работать с убеждениями других людей в текстах. Ну и, конечно же, ждем вас 19 января на тренинге, где, собственно, информация будет максимально полна, с тренировкой, с обратной связью, закрытая группа. Вперед к светлому будущему. Еще раз спасибо, спасибо, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо.